Я смотрел интервью нашего старшего тренера, и он называл на тот момент всех малышей, кто из них самый перспективный, а меня не назвали. Я как бы так думал, как это, я же вот этот самый, а меня не назвали. У меня было много лет, у меня включился борцовский инстинкт, чтобы переубедить. А ведь могло включиться и что, ой, такой уважаемый, действительно такой человек, я его до сих пор уважаю. Сработало в плюс. В принципе, были правы. Ну, поясни. 21 год ещё, да? 21 год, и ты не делаешь своё дело, которое, как ты думал, ты хотел... Нет! Ты был перспективным с точки зрения спортсмена, но не своего дела. И сегодня ты занимаешься делом, которое абсолютно не относится к твоему, так сказать... К твоему относится, он же ими занимается, его делом. Нет. Ты делаешь дело своё, но оно не имеет отношения к самбо. Возможно, самбо тебе дало предпосылки выбрать своё дело, так называемого, руководителя какого-то предприятия. Ну да, давай вот, конечно, когда мы говорим о каких-то категориях, вот дальше, да, вот вторая, вторая мысль. Первая, это вот дать время делать выводы и дать человеку проявиться это личное... А вот второй момент. Что мы подразумеваем под делом? Если вот эта категория ведических знаний о том, что есть некие сословия людей, не то, что кто-то ниже, кто-то выше, ни в коем случае. А предпосылки, да, у человека развивать, как бы заниматься деятельностью, да, то есть есть браманы, да, то есть философы, учёные, то есть мыслители, которые вот, они как бы, вот, общаются с категориями, они совершенно безразличны к материальным вот этим ценностям, да, то есть должны быть, да, то есть они занимаются наукой, да. Вот как наш великий, как человек, да, мне очень понравился Пилерман, да, то есть он проявил себя одним из величайших математиков, да, и, как бы, подтвердил своё величие отказом от премии денежной, да, именно, именно показав, вот для меня, для меня, показав безразличие к материальным ценностям, безразличие, что... Что его можно этим зацепить или ещё что-то, то есть он сказал, вот моя тема, я, как бы, ну, я там, да, а это всё не надо меня цеплять, как бы, вот, понимаешь, то есть вот есть такие люди, есть управленцы, да, которые, которые могут управлять, то есть одна из таких вот тестовых моментов, которые могут наказывать. Я понял, Рустам, я тебя хочу сейчас перебить, и, Влада, сейчас мы не будем сейчас, допустим, к Перелиману переходить, ты можешь зайти не в ту степь немножко, смотри. Не даю вам микрофон, выключите микрофон. Ты сейчас сказал о некой градации или правила, так называемые правила выбора предрасположенности человека к той или иной деятельности. Это управленцы, рабочие, военные, торговцы, мыслители, там, ну, в общем-то, и так далее. Какая-то группа, да, там, группа, вот эти... Четыре, как бы, группы. Основные четыре группы, в них там есть, может быть, разветвление, какое-то снижение, где-то, вот, ну, это четыре. Теперь смотри, я недавно прочитал одну вещь такую интересную, где не помню, сейчас не могу вспомнить, но там такая вещь была, что правила, это правила, вот то, о чем ты говоришь, это правила. А потом появляются законы, правила создаются природой, а потом появляются законы, которые создаются человеком. И почему, и я думаю, проблема сегодняшнего человечества в том, что законы стали главнее правил, и человек утратил эту связь с этой природной составляющей, с естественностью, так называемого правила естественности. Ну, закона природы, закона общества, да. Нет, правила природы, у природы нет законов, так называемые правила. То есть люди, изучая природу, в древние люди, как ты говоришь, это веды, это было там еще до нашей эры, там много тысяч лет назад, они увидели некие правила, закономерности, некие вот явления природы. Я называю все-таки это законы природы, законы мироздания. Хорошо, хорошо, законы природы. Вот в этой книжке были написаны так называемые, ну, немножко разделение было написано, это правила, а потом человек придумывает законы. И в результате вот этой перегиба, мы утратим вот эту правилость, правильность, правильность вот этого выбора, что произошло? Сегодня ремесло не передается из поколения в поколение. То есть уже вот такого рода, как кузнец в пятом поколении нету, военный в пятом поколении практически нету, ученый в пятом поколении нет. То есть начали выбирать не по правилам предрасположенности вот этой природного естества и этой семейственности, а стали выбирать просто по законам. По закону сегодня вот хорошо бы работать вот там, там больше денег, а вот там, там, понимаешь, и в результате человек утрачивает то, что, как я говорю, он перестает делать свое дело. Он становится туда, куда, в принципе, по природе своей он не приспособлен. Он начинает управлять государством, когда он не приспособлен управлять государством. Он начинает быть отцом, когда он не приспособлен даже быть отцом. Он правила не знает этого. Он начинает быть учителем, когда он не приспособлен, потому что он даже не знает правила этого. Он начинает быть кем угодно, не зная правила. Он знает законы. Не зная, как быть кем угодно. Да. Он знает законы. Законы какие-то, но правила отсутствуют. Хорошо, а где взять эти правила? Возврат, наверное, опять, так сказать, как называемое повторение мать-учения Это тоже одно из, так сказать, вещей таких Мы должны, наверное, ну, человек может быть опять вернуться к истоку Увидеть эти правила и начать опять смотреть, что из них бывает Можно, конечно, законы создавать, дополняющие эти правила Но они должны быть соответствовать этим правилам Они не должны негативно влиять, чтобы произошло некое заблуждение И в результате человек, который должен заниматься наукой, он становится управляющим Человек, который должен заниматься управлением, он становится учителем И наоборот, понимаешь? Передача ремесла внутри семьи, как бы ячейки общества прекратилась практически Она прервалась по каким-то причинам Ну, я не говорю, что в глобальном масштабе, но потихоньку это происходит Понимаешь? По каким-то непонятным мне причинам Может быть, я заблуждаюсь, но это мое вот такое мнение Не, хорошо, для того, чтобы ты понял, и мы все вместе поняли, заблуждаешься ты или нет Должны быть некие критерии правильности Да, ты говоришь, вот это правильно А по каким критериям ты принес? Не, мы опять, мы должны, к чему опять возвращаться? Мы должны возвращаться к тому, что, вот сейчас смотри Сегодняшняя ситуация такая, что ты со мной можешь согласиться, а можешь нет Ну, логически, если порассуждать Так называемый, за последние, возьмем сто лет Не надо так далеко ходить За последние двадцать лет Закон на законе и законом погоняет То есть, уже настолько законы Вот так То есть, возьмем, да, определенный Уже принят, вот он принят, все Правила страны Оно принято Конституция Все Никаких других законов Дающих возможность Изменения правил не должно быть Есть закон Основной, так называемый, правило Страны И все А почему? Создавая вот эти всякие, куча всяких Закон на законе Это только дает, что? Заблуждает человека Для того, чтобы он не нашел то дело свое Которое он должен делать И в результате Поваром становится человек некомпетентный Доктором становится человек некомпетентный Но есть же обратная связь Этот суп Никто кушать не будет К этому врачу Никто не приедет